Уроки по изучению Библии «Видал ли ты, человека опрометчивого, в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него?» — говорит Соломон в двадцать девятой главе книги притчей, двадцатом стихе. А Иаков дал такое яркое описание потенциально губительной силы языка. «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает! Язык, огонь, прекраса неправды! Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены» — послание Акова, третья глава, пятой и шестой стихи. В предыдущей беседе мы узнали, что «всякий, кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене Огненной» — Матфея 5, 22. Текст настоящей беседы целиком сосредоточен на словах, сходящих с наших уст. Некоторые могут удивляться, почему эта Библия такое внимание уделяет нашей речи. Представляю, как кто-то говорит, сколько неотложных проблем в мире нужно решать. Зачем тратить время на обсуждение такой мелочи, как слова? Большинству наших читателей понятно, что, как правило, большие проблемы нельзя решить без мудрого употребления слов. Для христианина же обсуждение того, как говорить, важно вдвойне, потому что он не может быть солью земли и светом мира, если его речь не отражает его верность Господу. Эту беседу я назвал «Подумайте, прежде чем открыть, то есть прежде чем открыть рот, сначала подумайте». Давайте начнем с краткого обзора нашего текста. Это Евангелие от Матфея с 33 по 37 стихи. В этих стихах учение Иисуса противопоставляется тому, что иудеи слышали раньше. Отрывок начинается так «Еще слышали вы, что сказано древним «не приступай к клятвы»» стих 33. И далее, во второй части этого стиха, Иисус продолжает говорить о том, что они слышали, «но исполняй пред Господом клятвы свои». Учение, на которое ссылается Иисус, — не дословная ветхозаветная цитата, а суммарное изложение нескольких ветхозаветных отрывков. Вот два таких типичных местописания. Числа, 30 глава, 3 стих. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Также прочитаем из Второзакония 23.21. «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Повеления исполнять клятву были ясно связаны с третьей из десяти заповедей. «Не произноси имя Господа, Бога твоего, напрасно». Исход, 20 глава, стих 7. В книге Левит Бог возвестил «Не клянись именем Моим во лжи, и не без чести имени Бога твоего, я Господь». 19 глава, стих 12. Также здесь мы можем усмотреть отражение начала девятой заповеди. «Не произноси ложного свидетельства». Исход, 20 глава, стих 16. Заметьте, что в числах, 30 главе, 2 стихе, упоминается как обет, так и клятва. Мы обычно думаем, что обет – это торжественное обещание, обязывающее к определенному действию, а клятва – это когда призывают Бога в свидетели того, что данный человек говорит правду. Однако различие между клятвами и обетами обычно не было четким. В данной беседе мы эти термины будем использовать взаимозаменяемо. Моисеев закон запрещал неуважительные клятвы, легкомысленное произнесение имени Господа и нарушение обетов. Что же сказал Иисус? Напомнив ветхозаветное учение о клятвах, Иисус сказал, «А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Матфея, 5 глава, с 34 по 36 стихи. Чтобы понять слова Иисуса, нужно знать об иудейской практике в I веке. Иудейские учителя разработали сложную систему, какие обеты и клятвы обязательны для исполнения, а какие нет. В резкой критике книжников и фарисеев в 23 главе Матфея Иисус говорит именно о таком мышлении. «Горе вам, вожди слепые, говорящие, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Главным определителем обязательности или необязательности клятв было упоминание Божьего имени. Иудейские раввины учили, что если имя Божье произносилось, тогда клятва подлежала обязательному исполнению. Но если Божье имя не произносилось, то такую клятву исполнять было необязательно. И поэтому они, не моргнув глазом, клялись небом, землей, Иерусалимом и даже своей головой, то есть своей жизнью. Они говорили, что такую клятву человек исполнять не обязан. У меня при этом в голове всплывает детский диалог. «Ты же сказал, что сделаешь это, а я пальцы скрестил, а я не видел, как ты скрестил пальцы. Ну и что, я держал их за спиной». Среди детей бытовала уверенность, что если скрестить указательные и средние пальцы, то можно говорить все, что угодно, и при этом не нести никакой ответственности. Звучит глупо, но не глупее, чем утверждение иудеев, что клятва без произнесения имени Божьего ни к чему не обязывает. Некоторые могут покачать головой и подумать, как люди могли быть столь глупы. Мы уже не делаем таких нелепых разграничений. А вы уверены? Что касается правдивости, то многие считают, что для разных сфер жизни существуют разные правила. Они говорят, что нужно быть правдивыми, но при этом думают, что бывают ситуации, в которых можно и солгать на работе, в политике или в отношениях с другими народами. Относительно выдуманных иудеями правил Иисус сказал, что все, чем они клянутся, неотделимо от Бога. Небо – это его престол, земля – это подножие ног его. В дни Иисуса Иерусалим был его особым городом, местом, где стоял его храм. Даже голова сотворена Богом, и каждая волосинка на ней несет на себе отпечаток его рук. Некоторым может быть непонятен смысл слов «Не можешь ни одного волоса сделать белым или черным», ведь люди сегодня могут осветлять, делать белее свои волосы, или, напротив, красить, делают темнее. По сообщению одной британской радиопрограммы, волосы красят уже более четырех тысяч лет. Иисус говорил о естественном цвете волос. «Волосы на моей голове с возрастом остались темными, а моя невестка посидела, будучи еще далеко не старой. Ни она, ни я никак не могли управлять этим феноменом. Мысль Иисуса такова, что ничто в жизни, даже тончайший волосок на голове, неотделимо от Творца всего. И поэтому неразумно думать, что клятва именем Бога обязывает, а клятва частью Божьего творения нет». Вместо того, чтобы определять, какие клятвы обязывают, а какие нет, сказал Иисус, «Не клянись вовсе». И далее. «Да, будет слово твое. Да, да, нет, нет». Матфея, 5 глава, 37 стих. Повторение «да» и «нет» может означать, что когда вы говорите «да» или «нет», допустимо выделить эти слова, повторяя их. Очень вероятно, что смысл этого в том, что когда вы говорите «да», это должно означать по-настоящему «да», а когда вы говорите «нет», то это должно означать «нет». «Нет нужды подкреплять свои слова клятвой». Иаков в своем послании сказал о том же. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой, но да будет у вас «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы вам не подпасть осуждению». Иакова, 5 глава, 12 стих. А что сверх того, продолжил Иисус, то от Лукавого в 37 стихе. Слово «лукавый» – «понерос» – может означать либо дьявола, либо что-то злое, например, злое сердце. В Нагорной проповеди мы еще дважды встретимся с этим словом, и оно будет содержать такую же неопределенность. Это 5 глава, 39, и 6 глава, 13 стихи. Но на каком значении мы бы не остановились, смысл нашего текста от этого не изменится. В любом случае, источником легкомысленных клятв является зло. Еще слова Иисуса можно понимать так, что единственная причина, зачем нужны клятвы – та, что мы живем в мире зла, где много лжи. Теперь, когда мы исследовали текст, зададим следующий вопрос. Какой смысл вкладывал Иисус в свои слова? Но для начала давайте поговорим о том, чему Иисус не учил. Некоторые люди слова Иисуса воспринимают так, будто христиане никогда, ни при каких обстоятельствах не должны клясться или что-то говорить под присягой. В некоторых сектах это догмат веры, а для некоторых христиан это вопрос личной совести. Особенно это касается произнесения клятвы в суде. Если наш отрывок, Матфея 5 глава, с 33 по 37 стихи, взять изолировано, то действительно может показаться, что этот отрывок учит, будто дети Божьи не должны клясться в суде. Если вы убеждены, что Иисус учил именно этому, тогда пусть ваши действия соответствуют вашим убеждениям. Не идите против своей совести. Я не знаю, как в других странах, но в американских судах учитывается право тех, кто не может пойти против совести и произнести обычную клятву перед свидетельством. Им разрешается сказать, что они заявляют под угрозой наказания за лжесвидетельство, что будут говорить правду. Однако я понимаю, что Иисус не это имел в виду. МакГарви пишет, что мы неизбежно должны прийти к такому выводу, когда мы попытаемся толковать данный запрет в свете авторитетных примеров. Каких таких авторитетных примеров? Давайте начнем с примера самого Бога. Автор послания к евреям дважды говорит, что Бог клялся клятвой. Евреям 6 глава, 13-14 стихи. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». А также Евреям 7, 21. Те, то есть левицкие священники, были священниками без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано, «Клялся Господь и не раскается, ты и есть священник вовек по чину Милхисадека», имеется в виду Иисус. Кроме того, есть примеры Иисуса. На суде перед Синедрионом первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Матфея 26, 63. Слово, переведенное как «заклинаю», по-гречески «экзуркидзо», означает «призывать с клятвой». Обратите внимание на серьезность клятвы. «Богом живым». Если бы Иисус не считал, что на Него возложена клятва, Он мог бы не отвечать. Но Он не смолчал. Он ответил «ты сказал» в 64 стихе, что равносильно утвердительному ответу. В современном переводе написано «ты сам так сказал». У нас есть также пример Павла, который часто призывал Бога в свидетели истинности того, что он говорил. В послании филиппийцам, первой главе, в восьмом стихе, к примеру, он говорит «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Также можно посмотреть такие места Писания, как Римлянам 1.9, Галатам 1.20, Второе Коринфянам 1.23. Из этих примеров мы делаем вывод, что существуют серьезные моменты, когда клятва уместна. Если целью нашего текста не был полный запрет на клятвы, тогда что? То, какую мысль хотел нам передать Иисус. Из отрывка с 33 по 37 стихи 5 главы Матфея можно извлечь несколько принципов. Рассмотрим три. Первое. Не произносите легкомысленных клятв. Наш текст учит, что нам не следует клясться легкомысленно, походя, призывая имя Божье или то, что тесно связано с Богом, как в следующих примерах. «Богом клянусь, небом, небесами, всеми святыми». Легкомысленные клятвы не только недопустимы, но и бесполезны. И если человеку нельзя верить без этих слов, то вы не поверите ему и с ними. Бытует такое высказывание. «Честному человеку веришь без клятвы, а нечестному не веришь, даже если он даст их тысячу». С легкомысленной клятвой тесно связано и богохульное употребление имя Бога и других святынь. Там, где я живу, распространены такие выражения. Кто-то в волнении может воскликнуть «О Боже!», а кто-то с раздражением может сказать другому «Прекрати ради Бога!», а кто-то тревожно говорит «Один только Бог знает» или «Одни небеса знают, как я это переживу» и так далее. Можно привести и другие примеры, когда имя Иисуса используется в качестве восклицания. Альберт Барнс пишет, что нет более страшного оскорбления, чем употребление этого имени нечестивым сквернословом. А затем говорит, «Во вселенной ничто так не изумляет, как его терпение, как то, что Бог не восстает во мщении и не швыряет нечестивого ругателя немедленно в ад. Поистине, в таком мире, как этот, где его имя профанируется каждый день, каждый час и каждую минуту тысячами людей, Бог показывает, что он медленно гнев и что его милость безгранична». Второй принцип. «Будьте правдивы». Минуту назад я сказал, что честному человеку незачем клясться. Второй урок нашего текста – тот, что каждый из нас должен быть честным, таким человеком, которому не нужно клясться, чтобы ему поверили. Один мальчик объяснял своему меньшему брату, как понимать ответы своих родителей. Если они говорят «да», то это значит «возможно». Если они говорят «я подумаю», это значит «нет». Если они говорят «нет», то это значит, что ты должен в два раза дольше надоедать им, чтобы получить то, чего хочешь. Надеюсь, мальчишка ошибался. А если все было именно так, тогда его родители не усвоили главный урок нашего текста. «Говори, что думаешь, и думай, что говоришь». Мы с вами не должны походить на родителей этого мальчика. Говоря «да», мы должны и подразумевать именно «да», а говоря «нет», подразумевать именно «нет». Мы должны всегда говорить правду. «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему». Написано в послании Ефесиным 4.25. В годы моего детства помню бытовало выражение «он человек слово», а также говорили «его слово закон». Эти выражения означают, что человек говорит правду. Большинство сделок скреплялось простым рукопожатием. Сегодня мы живем в другом мире, тонущем в юридических соглашениях и контрактах, написанных языком понятным только юристам. С ростом в людях нечестности и цинизма ситуация только ухудшается. Много лет назад, когда я купил свой первый дом, юридические документы на него состояли всего из нескольких страниц. А 4 года назад, когда я приобрел свой теперешний дом, пачка требуемых документов была больше 2 сантиметров толщиной. Мы с вами должны подчиняться законам страны, записано в римлянам 13 главе 1 стихе, и поэтому нам не избежать выполнения юридических формальностей при совершении сделок. И все же на личном уровне мы должны стремиться быть честными и иметь репутацию человека, который всегда говорит правду. Всегда держите данное слово. С предыдущим уроком тесно связан такой «всегда держите данное слово». Может, это просто моя фантазия, но мне кажется, что все больше и больше людей не делают того, что пообещали. Очевидно, все больше людей считают, что самый быстрый способ отделаться от человека, который чего-то от тебя хочет, это пообещать ему исполнить его желание. Они говорят «конечно, я позабочусь об этом», и зачастую только их и видели. Такие люди с легкостью раздают обещания, которые не собираются выполнять. И здесь я должен упомянуть обещания, произносимые во время бракосочетаний. Высказывается мнение, что имеется естественная связь между предыдущим отрывком о браке стихи 31 и 32, 5 главы Матфея, и отрывком «да-нет», который мы рассматриваем. Торжественные клятвы во время бракосочетаний бывают разные, но часто в них звучат такие фразы, как «в болезни и здравии», оставить всех других и до последних дней жизни. Понимают ли, что говорят дающие эти обеты, и собираются ли их исполнять? Может, когда они говорят «да», то подразумевают «да», покуда он или она будет делать меня счастливым или счастливой? Действительно ли их «да» означает «да» или все-таки только «возможно»? Когда-то давно меня очень расстраивало количество разводов молодых семейных пар, у которых я проводил церемонии бракосочетания. Я разработал подробную программу, которая, как я надеялся, должна была сократить это число. Я требовал, чтобы они, перед тем, как вступить в брак, прошли всестороннее консультирование и тестирование. Особенно я настаивал на том, чтобы каждый из них подписал соглашение, в котором говорилось, что при возникновении проблем, прежде чем подавать на развод, они должны сначала встретиться со мной. Квоему отчаянию все мои меры предосторожности оказались тщетными. Многие из тех, кого я консультировал, все равно развелись. И я не мог понять этого. Я говорил жене, но ведь они обещали, что свяжутся со мной, прежде чем подавать на развод. А они не сделали этого. В конце концов, до меня дошло, что если они не переживали от того, что нарушили торжественные обещания Богу, то они не остановятся и перед тем, чтобы нарушить и обещание, данное мне. Хочу настоятельно призвать вас. Держите данное слово. Если говорите, что сделаете что-то, обязательно сделайте это. Вы можете спросить, а если будет трудно исполнить обещание, если исполнение его будет чего-то стоить, если вы сказали, что сделаете, сделайте. Пусть даже это вам дорого обойдется. Несколько лет назад я наткнулся на хороший текст, который можно использовать на похоронах благочестивого христианина. Это Псалом 14. Описывая благочестивого человека, Давид так характеризует его в стихе 4. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». В современном переводе в сноске это звучит так. «Тот, кто дав обещание, его не нарушает, даже если при этом попадет в беду». Это значит, что когда боящийся Бога человек обещает что-то сделать, он это делает, даже если это будет ему во вред. Ларри Кальвин уллюстрирует этот важный принцип так. «Когда мне было около семи лет, мой дедушка захотел продать свою старую машину. Однажды утром пришел человек и сказал, что даст ему за машину тысячу долларов. Дедушка согласился, и они пожали друг другу руки. Тот человек не мог сразу забрать машину. Он сказал, «Я вернусь за ней, если не возражаете, чуть попозже сегодня». На что дедушка ответил, «Конечно, пожалуйста». В тот же день после обеда другой человек предложил дедушке за его машину две тысячи пятьсот долларов. Я никогда не забуду, как дедушка расхохотался и сказал ему, «А чего бы вам было не прийти сегодня утром?» Я бы не отказался от двух тысячи пятиста долларов, но этим утром я уже ударил по рукам с одним парнем. Эту штуку я продал ему за тысячу долларов. Да, я знаю, бывают случаи, когда обещания исполнить невозможно. Я пообещал выступить, но заболел и не смог прийти навстречу. Как отец я несколько раз давал необдуманные обещания, которые не смог исполнять. Мне до сих пор стыдно вспоминать эти моменты. Однако подобные случаи должны быть исключением, а не правилом. Они будут единичным и редким явлением, если мы, прежде чем скажем, что сделаем то или то, сперва подумаем о цене. Я вновь призываю вас. Меньше обещайте, а уж если пообещайте, то исполняйте. Говорят, что наша культура претерпевает кризис честности. Дети Божьи должны, просто обязаны быть в первых рядах тех, кто хочет изменить эту тенденцию. Чтобы быть солью земли и светом мира, мы должны быть честными. Чтобы помогать мужчинам и женщинам прийти к Господу, мы должны быть честными. Если нам нельзя верить, когда мы говорим об обыденных вещах, тогда почему люди должны нам поверить, когда мы говорим о вечном? И вновь настало время исследовать себя. Возможно, кому-то пришлось признать себя виновным во всем, о чем мы говорили. Давал легкомысленные клятвы, вспоминал Божье имя без должного благоговения, не говорил правду и не держал данное слово. Таким нужны новые ориентиры в жизни. С Божьей помощью они могут полностью изменить свое сознание и поступки, однако все мы, конечно, в определенной степени виновны. Давайте же вместе покаемся в своих ошибках, попросим у Бога прощения и затем попросим Его помочь нам в будущем поступать лучше. Да поможет всем нам Бог думать, прежде чем открывать рот. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok